Родина Уверен, что мало кто по-настоящему знает, что это за команда Так я предположу, что большинство скажут, что это команда из Москвы и играет где-то там в ФНЛ Чуть более прошаренные Вспомню, что 4 года назад эти парни играли со Спартаком в Кубке Ну и на этом, скорее всего, все И очень зря, ведь Родина сейчас это пятая команда Москвы Да-да, этот сезон они явно завершат выше, чем Торпеда И ладно бы они просто были выше, чем Торпеда Но нет, их задача, выход в Премьер-либу, ни много, ни мало И за 5 туров до конца такая вероятность вполне себе сохраняется А еще у них тренер-испанец из Барселоны А помогает ему Павленко и Бесчастных Ну давай обо всем по порядку, да? Банально это футбол, вон фанаты есть даже ФНЛ ништяк, солнышко греет Откуда бабки, ребята? Мне, в принципе, пофигу Ты что, братан? Небольшая накладочка вышла Родные булки, не расслабляем сегодня Все так нервно, это очень странно, не знаю Звучит вообще как московский галицкий Уверен, у них есть зуб Вообще ничего интересного Все там, собственно, происходит Ничего не происходит Я, если что, не ухаживаю Родина, клуб новой, молодой Всего 9 лет И понятно, что своего стадиона у них пока нет Они играют на Сапсан-арене И мне с моего юга Москвы на северо-восток Не то, чтобы очень удобно ехать Сейчас конец сезона Самые интересные игры Я подумал, что было бы интересно показать тебе команду Которая уже в следующем сезоне То есть этим летом Может выйти в премьер-лигу И, соответственно, играть против Спартака, Зенита, ЦСКА и прочих топов Пока едем, давай немного о стадионе Своя арена у Родины, понятно, нет Там всего 9 лет И в премьер-лиге действует такое правило Что ты не можешь просто взять и арендовать любую понравившуюся Тебе арену надо обязательно играть в своем регионе То есть, условно, если полония вышла в премьер-лигу То она в элите не смогла бы сыграть Потому что в Северной Осетии нет подходящего стадиона Который отвечал бы требованиям Двери закрываются Следующая станция Домодедовская В Москве с этим никаких проблем нет В принципе, свой стадион можно и вообще не строить Только я был на Родине уже на трех стадионах На их домашних матчах Собственно, Сапсан-арене На Академии Спартака в Сокольниках И на ВТБ-арене На основном стадионе Динамо Да-да, пару лет назад Родина Когда только вышла в первую лигу В ФНЛ, они играли на основном стадионе Динамо То есть, ну, как ты понимаешь Любая столичная команда может играть на любом стадионе В премьер-лиге, на любом стадионе Москвы Который соответствует требованиям То есть, тут проблем никаких нет Что Родина нет пока своего стадиона А стадионах, отвечающих требованиям премьер-лиги В Москве как минимум пять Плюс есть еще Химки Так что тут никаких проблем нет Надо просто по спортивному принципу оказаться Сильнее конкурентов всего лишь Станция Локомотив Платформа справа Переход на станцию метро Черкизовская Час в метро и на МЦК И мы на станции Локомотив На станции Локомотив МЦК Отсюда до Собсан-Арена Минут там 7-10, наверное Еще больше часа до игры Поэтому никуда не спешим Мы с тобой сегодня снова идем на беговую дорожку Чтобы смотреть на игру двух сильных команд Настолько близко, насколько это вообще возможно Я не случайно сказал, что играют две сильные команды Соперники Родины сегодня это Тюмень Команда только что вышла из второй лиги в первую Но они сейчас идут на седьмом месте Там, да, за заветную четверку они, наверное, не борются Но, тем не менее, команда сильная такая, кусачая И, в общем, Родина, родные булки Не расслабляемся Сегодня-то очки можно потерять Кстати, я был на той игре, где Тюмень завоевал право подняться из второй лиги в лучшую В первую Это было в Перми на выезде Они обыграли прямого конкурента Амкары Вот, поднялись в FNL Я это к чему? Видосик об этом тоже есть на канале Посмотри, если еще не видел, он интересный Небольшая накладочка вышла на беговой дорожке Сегодня не получится поснимать Оказывается, надо было в FNL Ну, короче, там деталь надо было отдельно еще запрашивать Доступ на беговую дорожку Ну, ладно, посмотрим Просто футбольчик, почему бы и нет Пока игра не началась Давай еще немножко подробнее о турнирных раскладах Родине До конца сезона осталось 6 матчей провести И сейчас они идут на 5-м месте 3 очка до 4-го места Тула впереди на 3 очка Но у Тулы на игру больше То есть, если Родина сегодня выиграет Соответственно, она сравнивает стулы И вот 4-5 она будет делить с ними Там же совсем рядом Акрон из Самарской области В общем, думаю, что Родина вполне может Сцепиться за третью или четвертую строчку В этом сезоне И, как ты знаешь, эти места дают право Сыграть таковые матчи с командами Премьер-лиги За право, собственно, выйти в Премьер-лигу На следующий сезон Потенциальные соперники Урал, Балтика, Факел, Оренбург, Нижний Новгород и Ахмат Ну, конечно, сильные имена И думаю, что против таких топов играть будет сложно Но не нереально За первое или второе место И за прямой выход в Премьер-лигу Родины Понятно, будет сложно побороться Но за третье или четвертое И за стыки вполне себе Ну, кстати, нельзя сказать справедливости Родины Что у Родины совсем нет опыта выступления Против команд Премьер-лиги В прошлом сезоне они также заняли 5-е место Как и вот сейчас они идут И тогда играли в стыковых матчах Но ты спросишь резонно Как это они играли в стыковых матчах Если 5-е место не дает права играть там Я уже говорил, что Алания сейчас пока не имеет своего стадиона Который бы подходил под требования Премьер-лиги А в прошлом сезоне они заняли третье место И должны были играть в стыках Но, соответственно, они не могут выйти в Премьер-лигу Поэтому и в стыках они не сыграли И Родине вот далее как команде, занявшей 5-е место Сыграть в стыковых матчах Они сыграли против нижегородцев И проиграли 0-3 и 0-2 И как я только что и говорил Родина и в этом сезоне имеет шанс в стыках встретиться с нижегородцами Уверен, у них есть зубы Они будут рубиться, если все так и сложится Я уже раз 100, по-моему, повторил в этом видео Слова Родины Премьер-лига А давай немного поиграем Как думаешь, сколько футбольных клубов из Москвы играли в чемпионатах России Высшей лиги за всю историю проведения чемпионатов России То есть, начиная с 92-го года И по текущий чемпионат Именно команда из Москвы Сколько таких было в высшей лиге Так, а где я-то? А, вот, привет! Ну, в общем, пока думаешь, переходи в Телегу Там много всего интересного Я там стараюсь не спамить Но при этом рассказываю всякое такое, что не входит в видос Рассказываю какие-то личные истории Так что переходи, вот, QR-код, ссылка в описании Ну, так что там с футбольными клубами-то из Москвы? Сколько, думаешь, их было? Родина имеет все шансы стать юбилейной Десятой командой, которая играла когда-либо в чемпионатах России в высшей лиге До этого, собственно, 9 команд выступали в элите Давай считать Спартак, ЦСКА, Динамо, Локомотив, Торпедо Торпедо Зил, Торпедо Металлург, Осморал и футбольный клуб Москва Никого вроде не забыл, да? Ну, давай на поле посмотрим, что там, собственно, происходит Из известных мне футболистов Там за родину выступают экс-торпедовец Амур Камыков И два бывших спартаковца Дмитрий Муркетесов и Солтнурот Бакаев Ну, такие не сильно они часто играли за Спартак Но, по крайней мере, имена известные Тренирует родину испанец Франко Артиго Вообще, он начал свою карьеру в России в родине 2 Но в октябре прошлого года его повысили Теперь это главный тренер основной команды А старший тренер родины это Александр Павленко А тренер-братарей Владимир Бесчастных Солидно так звучит, да? Начало такое довольно вязкое Обе команды просто в центре борются Ничего не происходит особо Катают мяч посередине Моментов пока никаких, понятно, нет Сыграли 7 минут Народу, ну, не знаю, если игра так продолжит Я посчитаю, сколько народу Я думаю, человек может быть 300, может быть 400 Есть фанатский сектор, там человек, наверное, 20-30 Судя по голосам дети, есть баннер, есть барабан Кричат какие-то, ну, такие переделанные заряды Переделанные заряды основных клубов Там вон еще сидят гости, тюменцы Тоже человек 20-30, тоже что-то кричат Но тоже голоса какие-то детские, я удивлю Я думаю, на родину очень давит ответственность Все-таки очень важно сегодня выиграть, чтобы продолжить бороться за стыки Поэтому пока играют очень осторожно Вообще без моментов ничего не происходит Пока интересно смотреть другую сторону На основной стадион Локомотива, если честно Билет на родину платный Я считаю, это правильно Нечего к халяве приучать Если ты болеешь за команду, то немножечко уж будь готов заплатить Туда вот на угол стоит 200 рублей, где фанаты На центр 300, а на этой трибуне VIP-сектор есть Сюда билет продают за 3000 Там кто-то тоже есть, кстати Вообще ничего интересного в первом тайме не происходило Но под конец, за 5 минут до конца, 1-0 Калмыков тот самый забил Продолжая тему болельщиков Я, если честно, вообще не понимаю, как в Москве Вот новой команде привлекать кого-то на трибуны На самом деле кто-то есть Я не знаю, несколько сотен, может 500 человек Не так плохо для города Где уже все давно определились тем, за кого болеть И где, в принципе, Москва перенасыщена футболом и зрелищами Я, если что, не ухожу Я просто второй темп хочу посмотреть на основную трибуну Два года назад, когда клуб только поднялся из второй лиги в первую Они одно время вообще играли на ВТБ-арене На основном стадионе Динамо И всяких там, типа, звезд туда приглашали Там, ну, вроде МИА Бойки и прочих Но все-таки 25-тысячный стадион Родине объективно не нужен Как по мне, Сапса на арену нормальный вариант В перерыве не то, чтобы очень много развлечений Но что-то есть, какая-то есть почта Родина Я не знаю, можно отправить письмо Есть какая-то арт Родина, можно нарисовать плакат Есть небольшая палаточка фан-шоп Ну, есть кафешка, вроде можно выйти, что-то перекусить Ну, такое что-то есть Пока перерыв, давай каратенчик расскажу Откуда, собственно, взялась эта команда Родина вообще Академия Родина была создана на базе частной футбольной секции Школы Меча И одно время команда так и называлась Но в 2015 году они переименовались уже в Родину В 2016 году был образован взрослый футбольный клуб Который заявился в чемпионат ЛФК Так, а где я-то опять? А, вот, привет Так вот, по итогам того сезона 2016 года Было решено сосредоточиться на развитии юношеской академии А уже в 2019 году, собственно, появилась профессиональная команда Которая заявилась во вторую лигу в ПФЛ То есть, по сути, Родина всего пять лет играет в профиках Но уже два сезона играет в первой лиге И реально претендует на выход в элиту Откуда бабки, ребята? А все просто Клубом владеет бизнесмен Сергей Ломакин И по данным Forbes Состояние 50-летнего москвича оценивается в 3-4 миллиарда долларов Сергей Ломакин Сооснователь и генеральный директор сети магазинов Копейка Совладелец сети Монетка Совладелец сети магазинов Центробов И сооснователь сети магазинов Фикс Прайс Звучит вообще как московский-галецкий, нет? Люди в клубе говорят, что Сергей Ломакин очень амбициозный человек И не признает никакие места, кроме первого Ну, первое и не первое Но для пяти лет в профессиональном футболе, по-моему, офигенные результаты До сегодняшнего дня я был на матчах «Родина» там 3-4 раза Был в том числе и на той игре со «Спартаком» И «Спартак» тогда выиграл 5-1 Но это был всего лишь второй год существования «Родины» как профессиональной команды Поэтому это хороший, ну, нормальный, достойный результат И плюс я был пару раз на их матчах в «Сокольниках» и на «Сапсан-арене» здесь Но надо отдать должное клубу Они всеми правдами и неправдами умудряются Вот царапывают там каких-то болельщиков себе Вон фанаты есть даже Например, 12 мая у них будет выезд на обережные Челны И клуб организовывает какую-то акцию Там ты, типа, можешь потратить километры, которые ты проехал на выезд за родную команду На мерч, собственно, в фаншопе Ну, интересная акция, почему нет, может, и сработает По крайней мере, они работают с болельщиками Пытаются их как-то привлечь на трибуны А, кстати, вот на этой второй трибуне, которая не видит, где билеты по 200 рублей На ней, ну, субъективно, на мой взгляд, даже приятнее сидеть Тут солнышко греет, как фанаты рядом что-то барабанят В общем, нормальные такие места Да и, в принципе, стадион довольно удобный и уютный Да и Родина бодрее играет начала Какие-то моменты создает, довольно дерзко действует Калмыков, тот самый бывший торпедовец, который уже один гол забил Вот он обостряет много Пока выглядит так, что Родина должна выиграть И второй вообще забить Смотрим, там, минут 10 сыграли уже, там, 15, пока 1-0 И только я сказал, что Родина начала сильнее Как гости сравняли, 1-1, Тюмень забила Ну, пацаны, все в ваших руках, давайте Время еще есть, минут 15, надо отыгрываться Родина в атаке? Не, не в этот раз А фанаты Родины после пропущенного сразу зарядили в ФНЛ ништяк Согласен с вами, парни, полностью Потому что если в Премьер-Легу выходить, там, фанайди надо делать Такое себе Какая-то странная игра немного Да, вот тебе для разнообразия Стадион Локомотива на фоне Вроде это довольно скучно Но нельзя сказать, что оно совсем скучно Какие-то моменты есть Довольно-таки все так нервно Событий немного, наверное, вот дело в этом Но в целом нельзя сказать, что команды какие-то слабые Просто, видимо, ставки высокие Родина сейчас опять атакует Колмыков скидывает Но чуть не замкнул кто-то из Родины Могут это давить Осталось играть там чуть больше 15 минут А Тюмень-то время тянется Судья уже подходит к вратарю и говорит Ты что, братан, давай-ка побыстрее мяч в воде Видимо, один-один их устраивает Ну, такой, ни себе, ни людям Им это ничья особо не нужна А, Родина прям очень плохо, если очки потеряют Пять минут осталось Родина давит, но не то, чтобы сильно с моментами Четыре минуты добавлено Ничего пока не поменялось Но, что, банально, это футбол Ну, я не знаю, суть по такой игре Я думаю, так и закончится Давай досматривать Сразу два просто жирнейших вообще шанса Но, Родина, если не попадете в стыки Возможно, из-за этого и, в принципе, пенять можно только на себя Ну, в конце мы увидели то, что называется Навальный футбол Но, нет, у Родины было много моментов Но они ничего не реализовали В итоге 1-1 Ну, парни, сами виноваты Что тут скажешь? Никто из ребят в голубых футболках не подошел к сектору Хотя тут много ребят, они прям звали Персонально Калмыкову он только из центра поля похлопал и ушел Остальные, в принципе, даже и не отреагировали никак Это очень странно, не знаю Ну, расстроены, понятное дело Мне, в принципе, пофигу в качестве путешествия такого Типа в качестве развлечения съездить на Сапсан-арену Посмотреть на игру Родины Нормальный вариант, почему бы и нет Мне, в принципе, понравилось Если тебе понравилось, тоже лайк, пили, суету, в комментах по традиции наводи Дальше я погнал Скоро увидимся, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...